А сегодня мы опять топаем и топаем на красный. Да и не только на красный, а прямо посередине дороги пойдем. И это не просто так, потому что мы нарушаем все законы. А все дело в том, что сейчас Йонки-Пур, судный день. Транспорт и магазины перестали работать примерно в три часа. И только люди на своих частных машинах, кто еще не успел добраться домой, шумели. Но сейчас практически уже никакого транспорта на улицах не встретить. Разве что спецмашины с проблесковыми маячками, полиция и скорая. Ну, это по минимуму. А так, тишина, можно ходить в середине дороги. Но если быть до конца честным, то не весь транспорт перестает ходить в Йонки-Пур. Дело в том, что нет какого-то официального запрета на передвижение. Скорее, это норма поведения. Тем более в Хайфе. Ведь здесь очень много не иудеев, и для них сегодня не какой-то особенный день. Поэтому сейчас на улицах нет-нет, да можно встретить очень громко ездящие байки, мотороллеры, мопеды, электробайки, которые ездят немедленнее, чем эти самые мопеды. Ну, это нормально, поэтому хоть и принято в этот день ходить посередине дороги, но все же нужно быть осторожным. У мэрии Хайфы тоже сейчас полно народу. Это зеленая зона прямо напротив самой мэрии. Мне понравилось, как Юлька назвала этот день. День детей и великов. Действительно, практически каждый ребенок, каждый второй ребенок здесь с великом. Немножко кадров с другой стороны фонтана. Как раз сейчас смотрю на мэрию, она меняет свою подсветку, то фиолетовая, то красная, то зеленая. Совершенно разные цвета. Нашла трибуну, будешь выступать. Я не знаю, меня слышно или нет. Слышно, если будешь громче говорить, то точно слышно. А, ну хорошо, всем привет. Это что, громче было? Ты слышишь, как я говорю перед телефоном? Из-за того, что улицы в основном пустые, то тот редкий транспорт, вот эти самые драндулеты, которые здесь ездят, жутко бесят, потому что они громкие, они с пробитыми глушителями. Видимо, люди на мопедах мнят, что у них спортивные байки. Ох, надо держать себя в руках. Юлька везде найдет мохнатых друзей. У меня тоже ничего нету. Правда, ничего нету. Извини. Свернули на улицу Хатиб. Сейчас она пустая, как и большинство улиц. Правда, когда мы по ней гуляем, она практически всегда пустая. Как-то так выходит, что мы попадаем на нее в шаббат. Вот этот интересный уголок, я как-то снимал его в сториз. Здесь развешены игрушки. Смотрится правда жутковато. А вот и деловой и административный центр Хайфы. Недалеко от меня находится Кукуруза. Это большое здание, где находится много министерств, в том числе министерства алии и абсорбции. Это Парижская площадь. И здесь мы видим нижнюю станцию самого короткого в мире метро. Точнее, это даже не совсем метро. Это скорее фуникулер, потому что вагоны двигаются на тросах. И если мы в нее зайдем, то можем проехать аж целых шесть станций и выйти наверху горы Кармель. Сколько раз ходил и впервые увидел. Здание слева, это как раз та самая Кукуруза, про которую я говорил. Административное здание. Сейчас я покажу вам его в реальности. А вот и оригинал. Продолжаем рубрику неожиданных открытий. Тоже тысячу раз здесь были. Это улица недалеко от Парижской площади, где находится очень много кафешек. Здесь на углу здания стоит анализатор дыхания. Не могу, честно говоря, перевести в реальном времени. Что-то здесь за 5 шекелей, что-то за 10 шекелей. В общем, за небольшую плату можно проанализировать, насколько ты пьян и можно ли тебе садиться за руль. Да, и обычно на этих улицах полным-полно народу практически в любой день кафешки выставляют столы. Вся эта улица занята столами. Какие-то популярные, и нужно очередь выстоять, чтобы их занять. Какие-то менее популярные, там почти всегда пустые столики. Но сейчас практически никого нет. Например, кафешка Take It Is A. Очень популярное заведение. Обычно здесь яблоку негде упасть. Все, вот буквально все заставлено столами. Все вокруг. Ну, вот в этой части уже начинаются столы каких-то из этих кафе, менее популярные. Но две трети вот этой площади заполнены столиками из Take It Is A, и здесь все забито. Чтобы попасть туда, нужно отстоять очередь. Мне кажется, как минимум полчаса в популярный день. Мы еще не кушали там ничего. Может быть, как-нибудь доведется. Сейчас мы идем по центральной... Одной из центральных улиц, по которой ездит метронит. Вот правая полоса, красноватая, это как раз зона, выделенная для метронит. Метронит это уникальное для хайфы средство передвижения. Несмотря на схожесть названия с метро, на самом деле ничего общего с классическим метро здесь нет. Это обычный сдвоенный автобус, ну, в простонародье гармошка, для которого просто выделены полосы. И поэтому он быстро ездит, мне кажется, километров 80 в час едет по городу и без пробок. Знаменитый хайфский здоровенный элеватор. Называется Дагон. Ну, вот мы дошли и до немецкой колонии. Так называется район. Называется он так, потому что здесь раньше жили немецкие колонисты, как нетрудно догадаться. А впереди, видно, на гору забирается лесенка. Это бахайские сады. Прямо по центру усыпальница Баба, основателя бахайской религии. Немецкая колония. Колония оказалась самой шумной улицей, которую мы сегодня проходили. Очень много подростков. Ребята гоняют на мотоциклах, на мопедах. Причем гоняют в прямом смысле, устраивают гонки. Все ездят через сплошные, вообще все равно. Издалека ничего было не разглядеть. Немножко подошли поближе к усыпальнице и к бахайским садам. Ну что, возвращаемся по улице Герцлея домой. На этом наш репортаж про емкий пур в Хайфе завершен. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok